Добро пожаловать на мой канал и не забудьте подписаться. Всем привет, друзья мои! Хотела спросить вас, вы часто плачете? Я в Турции перестала плакать. Потом и помню, как что, любой повод, плачу, заливаюсь слезами, рыдаю. А здесь я стала совсем другим человеком. Я вот сколько раз повторяюсь, и вчера я плакала. Так я ревела на взрыв, так я ревела на взрыв. А знаете, в чём причина? Причина в погоде, которая обломала все планы. Так было обидно, так было обидно. Вот видите, у нас дожди. Видите, какой дождь у нас. Вот такая дурацкая погода. В принципе, не страшно. Пускай будет сейчас. Летом у нас вообще дождей нет. Но, ой, не знаю. Может, это глупо сейчас признаваться в этом. Но вчера Светлана наревелась. Повздорила с мужем. Это была моя истерика. Он так молчал спокойно. Боже, дай Бог моему мужу здоровья, терпения. Ведь я ещё не так простая овечка. Что, с чего всё началось, сейчас я вам объясню. Смотрите, не переключайтесь. Походу, сниму вам мои три гвоздички. Вчера распустились. И одна из-за такого дурацкого ветра, который вчера всё помешал нам, поломала. Вот я вот мыла её. Так, значит, как я вам поговорила в предыдущем видео, у нас были планы с Ашкэмом, с мужем. И очень интересные романтические планы были. Я ещё и потерялась во времени. Я думала, сегодня суббота. Оказывается, сегодня пятница. У меня столько новостей. Всё сейчас вам расскажу. И вот из-за вчерашней моей истерики я не записала влог. Не захотела. Мне было так всё обидно. И я занялась другим делом. Ну, наверное, всё, что идёт, идёт к лучшему. Не побоюсь повторять это слово, это выражение, это аффирмацию, наверное, которая меня сопровождает по жизни. Ну, и сейчас расскажу, что же произошло. Видите? Азан. Красота. Многие из вас просят, когда я его даю послушать. Не буду отвлекать. Погода такая. Так вот, друзья мои, мы хотели с Сашкой вам пойти на рыбалку. Так мне нравится, когда Азан поёт. Аж мурашки по телу. Не хочется прерывать это своими разговорами, но расскажу. Не каждому, наверное, многим может не понравиться. Ну, так мы хотели пойти с ним на рыбалку. У нас есть удочка. Была до этого хорошая погода. И мы решили устроить пикник себе на набережной. Я с утра встала. Эндер с утра встал. Проснулся сам полодиннадцатого. Я быстро приготовила кушать, чтобы взять с собой. Но мы решили, так как у нас была до этого курица жареная, что-нибудь такое, я сообразила печень пожарить, приготовить. И взять с собой пару луковиц, помидоры, и там порезать и сделать тантунь. И лаваш по дороге купить. Вот такие у нас были планы. И айран там что-нибудь. И все. Я приготовила. И вдруг погода изменилась. Ветер страшный. Ураган. И, естественно, все наши планы обломались. Как мне стало обидно, смотрю Эндер тоже. Он говорит, куда пойти? Я говорю, ну почему так? И вот у меня началась истерика. Какая истерика? Бурчание. Бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур. Ветер такой был. У меня здесь были окна. Все начали бах-бах-бах. Хорошо, что не разбились. Эндер разозлился тоже на то, что я нехорошо не закрываю. И я, короче, вчера взяла себя в руки. Я же работаю над собой. Взяла себя в руки. Пошла заниматься глажкой. Включила аудиокнигу. Бедный папа, богатый папа. Рекомендую вам послушать. Это была мечта моя. С дальних пор, с дальних лет. Особенно, когда я сейчас занимаюсь сетевым бизнесом. Изучение, инвестирование стоит у меня на первом плане. И я по возможности всегда, всегда что-то прослушиваю, чему-то обучаюсь, изучаю, захожу на какие-то вебинары. Но развиваюсь. Очень интересная тема. И я вчера 6 часов, вот только сейчас закончила, полтора часа осталась эта книга, и я закончила ее слушать. Получила массу удовольствия. Кое-что я заметила, что я делаю правильно, а кое-что я поняла, что я неправильно делаю. А в чем неправильное? Я неправильно трачу свои деньги. И чтение этой аудиокниг я, в принципе, и раньше знала, но еще подтвердила то, что я не делаю правильно это. Когда у меня много денег, я все трачу. А нужно думать о своем будущем. Да, хотя у меня пассивный доход идет с моих инвестиций, но все-таки все сразу тратить нельзя. но я хотела вам рассказать о том, что я вот вчера поплакала, и мне стало легче. Сколько времени я не плакала, и вот этот вот ураган мне привел к этому состоянию. Спасибо ему! Я сегодня встала в таком позитиве. Дождь идет. Какой позитив? Опять дома. Ничего не хочу. Так прицепилась к этой книге. Вот только ее дослушала и решила вам снять видео и рассказать. А деньги мы тратим с вами неправильно. Я вам это докажу. Вот, кстати, там, кстати, русские, по-моему, похожи. И тут на той стороне русские. Какая разница? Я, как вижу, русских сразу концентрирую внимание. Так, я сейчас вам покажу, почему я так думаю, что я неправильно трачу деньги. Почему я неправильно трачу деньги? Вы посмотрите, сколько у меня шмоток и мне некуда их одевать. Вы понимаете, что? Я столько потратила перед Новым Годом. И я еще много не одела. Да, это на Новый Год одела. И это тоже одевала. Это на день рождения. А есть блузочки, которые я еще не одевала даже. Вы понимаете? Эти блузки я не одевала. Этот костюм тоже я не одевала. Я только дома снимаюсь в нем. Брюки я набрала. Ну, столько шмоток у меня. Есть такие вещи, вот, которые я вообще не одеваю. Почему? Потому что все это такое делает, этот мир, корона, что я ничего, много чего не одеваю. Вы понимаете? Думаю уже эти вещи, которые я раньше, в том году, на дом опустить. Вот этот свитер я тоже дома одевала. Столько шмоток, столько шмоток, брюк, и все. Это одела благо в деревню. Ну, посмотрите, мои хорошие. Это какой-то кошмар. Вот зачем тратим столько денег на эти шмотки, которые не одеваем? Это ладно. А тут еще у меня есть другой шкаф, где я прячу весенний-осенний. Это такое все, которое я одеваю. Ну, я разве одела, а? Дома одела костюм, и все. А сколько обуви? Я задумалась, нафиг нужно эти сумки, это обувь, которые мы не используем, не одеваем. Да, я задумалась, что надо по-другому рассчитывать свой бюджет. Или время такое, наверное, пришло, что нам не нужно одевать вещи никуда, а сидеть дома. Вот как я сейчас сижу, сейчас приведу себе макияж, намажу, хоть и вам покажусь. И покажу, что я делаю сегодня, чем я занялась. Муза пришла, муза Светланы. Плохая погода, начиталась книжек, и сейчас Светлана займется полезным делом. Покажу вам, каким. Ну, а вот и я, мои хорошие, вот столько шмоток у меня, а я вот, что одеваю дома. И то стала уже брюки одевать, но носки мои одеваю анельчика. Холодно, не знаю, когда придет весна. Ну, вот так вот я выгляжу. Привела себя в порядок, сделала макияж, чтобы было немножко красивее. Волосы у меня так хорошо отросли. Ну, а я пойду сейчас на кухню, покажу, чем я занималась с утра. Боже, как пахнут эти лимоны, что я купила. Обалдеть, купила. Что я сорвала. И еще надо пойти, будет сорвать. Чем я занималась сегодня? Я сегодня первый раз приготовила тесто заварным методом, то есть кипятком. И хочу налепить вареники с вишней, вареники с картофелем. Ну, вот сейчас буду заниматься этим делом, процессом. Вишня-то у меня есть. А пюре приготовлю, налеплю. И сегодня будет аж кым это кушать. Не знаю, надо спросить, покушает или нет. Что-то вот хочется мне. Я все время на этих, на правильном питании. Ну, можно. Чуть-чуть себе позволите это. Не так ли? Я его замесила. Сейчас оно мне полежало. Час я сейчас еще его замешу. И посмотрю, что из этого получится. Ну, наверное, уже в другом видео покажу вам эти вареники, как получились. Вот, вы видите, как мои цветы опять попадали. Я их вчера что сделала? Обработала всем лекарством от этих насекомых, от тли. И надеюсь, они будут благодарны мне. Вот, занималась, чем свои слезы пролитые. Потратила на цветочки. Получила кучу удовольствия. А этот так у меня растут. Они все растут у меня. Посмотрите, какие они холеси. Вы видите? Красавицы мои, красотулечки. А посмотрите, что хочу я вам показать. Соседи не буду показывать, там ничего интересного. Вот, посмотрите. Посмотрите, какая красота. Видите, как вчера дождь и опять балкон в таком виде. Извиняюсь, конечно, сейчас не стоит его мыть. Вы видите? Какая красота. Я же от АНМ-чика привезла это. Обалдеть. Не буду мыть сегодня. Не буду. Погода такая, что не стоит. Так. Вот у меня розового цвета. Этот наблюдаю. Боюсь прикоснуться. Драконий фрукт. А этот цветок у меня испортился. Вот почему я и решила испортился. Такой красивый был. Поэтому я и решила все обработать этим лекарством. Ну все. Пошла я готовить лепить вареники. А вы не забудьте ставить лайки, подписываться на мой канал, писать комментарии. Забыла показать вам панораму с этого балкона. Еще о чем хотела с вами поделиться. Сейчас расскажу. На кухню выйду. О чем бы я хотела с вами поделиться. Никак не закончу это видео. Значит, то, что вчера произошло, пошло мне на пользу. Почему? Сейчас я объясню это. Закрыла дверь, так как домашка на телевизор смотрит. вот это мы, значит, вечером кушали. Тантуни с печенки. Ой, я так поела с таким удовольствием. Две штуки. И еще компот отварила с вишни моей. Вишенка такая вышла. Кстати, ногти у меня в каком виде. Ой, вкуснятина. Обалдеть. Хорошо все-таки делает так свеженького. Ну, не знаю, вареники с вишней, как сейчас Эндэй покушает, но с картошкой он пробовал нормально. Так, о чем бы я хотела вам поговорить? 4 января у моего злего день рождения. Я ей сделала сюрприз. Вчера вот именно Чичек с Эпетей я ей зарезервировала подарок. Сначала хотела подарить просто букет, а потом думаю, мой муж сказал, что лучше подари ей какой-нибудь живой цветок, чтобы остался. Настоящий цветы пускай ей муж дарит. Но так как я перепутала все в своей жизни, дни, часы, я думала, что это будет понедельник, и мы пойдем, но воскресенье, получается воскресенье, карантинный день, и я не знаю, как сейчас это все произойдет, я мужу говорю, давай тихо-тихо пойдем, хоть поздравим ее так, подарок придет, но не знаю, задумался. как мы это все сделаем, вот видите, какая погода, сейчас солнце, обалдеть. Вот такие вот у нас новости, такой сюрприз, я сделала такой красивый цветок, именно в такой вазочке красивой, листья с белыми, ой, я покажу вам потом, когда приду к ней, но она не знает, мы знаете, что сделали, когда позвонили, ей попросили, нужен же адрес, и мой муж говорит, для бизнеса Светы второй адрес нужен, и она сразу отдала свой адрес. Хорошо делать сюрпризы, но нужно точно сдать адрес, и надо как-то придумать что-то, чтобы человек не догадался. Вот мои цветочки, которые я сорвала, кстати, уже смотрите, одуванчики тоже, ой, люблю цветочки, что поделать? Все, буду заканчивать это видео, вот, извините, что вчера не была не в том состоянии, не занималась, я, кстати, и дорожку я поменяла, сейчас покажу вам, вчера, вот чем занималась Светлана, мыла полы и дорожку поменяла, какой у меня хороший стабилизатор, сам крутится, туда-сюда, ну, все, буду готовить вареники, и покажу уже в следующем видео, пока-пока, спасибо вам, ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления,